Мефтахидзин Акмула – поэт и мыслитель XIX века, который оказал большое влияние на литературу и поэзию Башкирии, Татарстана и Казахстана. Просветитель регулярно приезжал в Миас, где навещал Муллу в местной мечети. В своих беседах они обсуждали важность просвещения тюркоязычного населения. Часть Мефтахидзина Акмулы в Миасе регулярно проводят выставки. Изучением его творчества занимается местный краеведческий музей. Третий раз в городе проходят Акмулинские чтения, на которые приезжают представители из других регионов. Эти чтения, во-первых, не только изучение, но самое главное, мы вот это наследие должны передавать подрастающим поколению. Изучение его и передача молодому поколению, наверное, основная цель. Если народ знает свою историю, значит и будет и знать, и вперед двигаться. Изучением творчества и жизни Акмулы много лет занимаются ученые из разных городов. Наученные сотрудники из Казани уже два года исследуют Троицкое мусульманское кладбище. Ученые надеются найти новые подробности биографии и, возможно, неизвестные произведения. Большая часть жизни прошла. Он там учился, находился в заключении. И когда он оттуда отправился в Миас, он по дороге был убит. И поэтому, конечно, сведений об Акмуле мало. Мы все об этом знаем. Тем не менее, хотелось бы озвучить кое-какие новые сведения, может быть, или версии. Акмула проповедовал просветительские идеи, рассматривал поэзию как средство непосредственного общения с народом. Он был поэтом-борцом за справедливость. А на выставке, который организовал фонд из Башкирии, участники могли ознакомиться с письмами поэта, книгами, копиями архивов и рукописей. Вот автограф Мефтахидзина Акмула, запись чернилами. Это его собственноручно написанные стихи. Они были найдены в 1987 году, в период археографической экспедиции, в Хайбулевском районе, в Афа-Ахмадеево, деревня Верхняя Утяшева. На конференции Краеведческий музей Миас и Национальный литературный музей Башкортостана подписали соглашение о культурном сотрудничестве. По традиции, участники чтений посетили могилу поэта. Мефтахидзин Акмула похоронен на Миасском мусульманском кладбище. Венера Каримова, Дмитрий Решетников, 31 канал.